Проезд открыт. Сегодня в 16.00 дорожники открыли одностороннее движение через мост из Карачаевска в аул Каменомост и Кубанское ущелье. Теперь жителям будет легче добираться до города и обратно домой. Напомним, мост через реку Кубань был частично разрушен 5 июля этого года после сильных проливных дождей. Из Каменомоста репортаж Аллы Динаевой. Дедушка Василь Гатаев всю свою жизнь живет недалеко от моста в ауле Каменомост. Он помнит, когда во время Великой Отечественной здесь были немцы и депортацию карачаевского народа, и дом его родителей был здесь, около Кубани. И после возвращения на историческую родину семья Гатаевых поселилась на том же месте. И Василь Ачахматович хорошо знает историю родного аула и, конечно, моста, давшего название этому населенному пункту. Мост разрушился в моей бытности 4 раза. Первый раз разрушился в 43-м году немцы разрушили, потом деревянный мост был. Деревянный мост, когда мы приехали в Среднюю Азию, его сняли, поставили в другой мост. В 2002-м его вода размыла и разрушила. Потом построили этот мост. Этот мост разрушился вот. А изначально каменный мост в Каменномосте, где он располагался? Это против хлебозавода. Там сказали старики, что там переходили через Каменный мост. Нынешний мост перекинут через реку Кубань между скалами. Но ниже река широко разлилась, и это глубокое, красивое, но очень опасное место. Как рассказывают старейшины, здесь есть пещера. Ранее от жары в ней спасались от оровец. Но когда Кубань поменяла русло, она наполнилась водой и образовала вот такой водоворот. А сейчас отсюда отчетливо видны последствия стихии. 5 июля от скалы откололся большой кусок. Видны трещины, которые образовались в скале. Сейчас дорожники ведут последние приготовления. Сегодня планируют открыть одностороннее движение через мост. Несколько часов сотрудники ООО «Дороги» расчищали проезжую часть. Нанесли дорожные разметки, светоотражатели, установили дорожные знаки. После того, как проектная контора из города Кисловодска, ООО «Проект Гидрострой», они обследовали мост. И по их решению можно временный пропуск сделать в одностороннем порядке, но массой не более 7,5 тонн. А в дальнейшем будут разрабатываться проекты, будет строиться новый мост. Именно на этом же месте, скорее всего, будет мост. Но это дело не одного дня, пока проектные изыскательские работы будут, потом выделение средств и прочее. С левой стороны моста опора, которая стояла на каменной скале, и пролетные строения рухнули в результате трещины скального грунта, говорят специалисты. Скажите, пожалуйста, вот там трещину кое-где видно, или может мы уже как-то со страхом смотрим и так относимся? Опять-таки же та же контора, она сказала, что не глядя на какие-то дефекты, вот этой стороны, которая выдержала, оно вполне временно на ней можно проезжать. Ну, опять-таки повторюсь, чтобы масса груза была, вместе с грузом машина, все, не более 7,5 тонн, но они дали такое нам заключение. Обновили этот мост в 1996 году. А в 2002 он выдержал стихию, но была размыта одна сторона. Видимо, трещина образовалась еще тогда, и она расширялась и расширялась, считают дорожники. Магомед Смайлович, расскажите о новый мост. Когда будут строить, где будут строить, проектная документация готовится, кто будет этим заниматься? Ну, когда правительство выделит средства, в первую очередь, на разработку проектной смертной документации, будут проводиться торги, какая-то контора выиграет проектные заскательские работы, они сделают эту проектную документацию. Ну, мое мнение, что будет строиться здесь же, нигде, в другом месте. Другое дело, геологию они изучат, и надо ли строить мост на буронабивных сваях, или все-таки строить на этом скальном урке, ну, скорее всего, это будет на сваях буронабивных. А потом, когда правительство опять-таки средства выделит, а средства будут уже немалые, потому что мост будет совершенно новый, ну, и тогда надо будет строить, ну, это уже зависит от правительства. У главного эксперта управления Крачеева-Черкеска «Автодор» Магомеда Лайпанова мы поинтересовались, сколько времени примерно может занять строительство нового моста. Если средства на проектную смертную документацию выделятся, это в течение года можно сделать. Но потом, скажем так, если выделят средства уже на строительство, ну, такой новый мост, если в режиме таком скоростном делать, ну, тоже можно за один год построить. Ну, еще раз повторяюсь, это уже зависит от правительства. Мост частично обрушился 5 июля в результате ливневых дождей и около месяца жителям Кубанского ущелья и Каменомоста приходилось добираться домой в объезд. Стоимость проезда резко возросла. К примеру, в одну сторону на такси до верхнего Каменомоста можно было доехать за 250-300 рублей. Жители Каменомоста благодарны водителю маршрутного автобуса Айтыку Кайчуеву, который не поднимал цену за проезд, хотя, как и все, тратил больше времени и топлива. Семь лет работаю, и этот месяц был тяжелый, потому что два раза длиннее дорога, много времени уходит, поэтому я на три рейса меньше сделал, чем раньше. Раньше 12 рейсов сделал, сейчас 9 рейсов делаю. Но я знаю, что цену за проезд вы не повышали, она как раньше стоила 30 рублей, и этот месяц стоила 30 рублей. Спасибо, конечно, вам. Как вам это удалось, и почему вы это сделали, такой добрый поступок? Да, людям и мост поломался, человек умер, и еще сразу сены поднимать тоже неудобно как-то. А так было, мне бензин много уходил. Ну, что делать? Как-нибудь ездили, ездили. Не поднимали поэтому. Очень трудно ездить, кто на работу, кто с работы, кто просто так в город не доберешься, а кто приходится ездить круговую, очень трудно приходится. Не знаю, но это хорошо, что сегодня хоть открывают одностороннее движение, совсем облегчение большое, очень большое облегчение. Одностороннее движение из Каменомоста в Карачаевское и Кубанское ущелье дорожники только что открыли, чтобы пока будут готовить проектно-смертную документацию, а затем и строить мостовое сооружение, людям легче было добираться в город и домой. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Каменомост. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бастанов. имся Субтитры слава Бастанов 慢慢